Приветствую вас дорогие друзья! Сравнение игр Concurse Blade и Concurse Blade Frontier. Наверняка некоторые из вас вообще не слышали про игру Concurse Blade Frontier. Сейчас объясню, что это за игра. Разработчиком этих двух игр является одна компания, называется она Booming Games. Но как вы наверняка знаете, издателем Concurse Blade в Западной Европе и на постсоветском пространстве является компания Mail.ru. А вот игру Concurse Blade Frontier издают сами Booming Games. Продается она в стиме, но приобрести ее смогут лишь те пользователи стима, у которых цены отображаются в долларах. Я живу в Беларуси и стоит игра у меня восемь с половиной долларов. На данный момент в игре доступно два языка, это английский и китайский. Не знаю, будут ли добавлять какие-то еще. Давайте перейдем к сравнению этих игр. Несмотря на то, что разработчик один, отличий в играх много и видны они уже с самого начала. Когда запустите Frontier, вас сразу же отправят атаковать замок с отрядом мечников. Вы будете играть за палаша и доступно вам сразу четыре способности. Таким образом новичку сразу дают прочувствовать игру. Уничтожив вражеского героя заканчивается штурм и вы переходите к визуализации вашего персонажа. Здесь особых отличий нет. Да и в дальнейшем в процессе прохождения обучающих миссий особых отличий я не заметил. За исключением одного, очень важного с моей точки зрения. Класс персонажа выбирается не сразу, а после того как пройдете обучение у капитана. Посмотрите какое оружие вам подходит больше всего и и пройдя обучение вам предложат выбрать с каким видом оружия вы начнете игру. При этом вы будете видеть специфику того либо иного оружия, будь то ауэ урон, защита или атака, ну или может еще что-то. Помните как все происходит в версии от Mail? Давайте так будем называть Concurse Blade, локализатором которого является Mail. Там вид оружия мы выбираем еще до начала обучения. Далее, пройдя все миссии в стартовой локации нам предложат выбрать нашу стартовую локацию. Тут все идентично, читы привычных нам локаций выбирай любую. А вы заметили как отличается дизайн? В этом плане с моей точки зрения Фронтир на голову выше в версии от Mail. Но тут срабатывает поговорка, на вкус и цвет все фломастеры разные. А вообще если кратко, то дизайн и баланс это самое главное отличие этих игр. А ну еще во Фронтир пока не добавили рыцарей. По логике на этом можно было бы сравнение и заканчивать, но все же давайте рассмотрим эти отличия поближе. Начнем с режимов игры. Обратите внимание, когда мы выбираем тот либо иной режим, нам показывает что может нам выпасть в этом режиме. Это очень удобно. Так например в осадах нам может выпасть мешочек серебра, пушки снаряжения для героя, либо схемы для крафта этого снаряжения. Все доступно и понятно. Есть режим под названием экспедиции. В версии от Mail это ПВЕ сражение. В этом режиме во Фронтире выпадают ресурсы, которые нужны для крафта снаряжения герою. Погнали дальше любоваться дизайном. Бой. Обратите внимание, как выглядит высадка на карту. Нет багованных точек, на которые высадиться нельзя. Или нужно долго кликать, чтобы все же попасть в нужную точку и высадиться все же на этой точке. Что мне еще очень понравилось, так это то, что во время боя можно наблюдать, нажав таб, сколько кто раз умер, сколько сделал поддержки или убил героев, сколько войск уничтожила команда и сколько войск сейчас находится в бою, а также у кого есть с собой в бою пушки. Это очень удобно и информативно. Да вообще по информативности, по приветливости к новичку Фронтир на порядок лучше версии от Mail. Вот обратите внимание, как выглядит обучение режиму захват. Все понятно и доступно. Сам бой проходит так же. По балансу в бою сказать не могу. Для этого нужно больше поиграть и посмотреть. Радует глаз разнообразие класса в битве. Не доминирует какой-то один класс. Например, меч и щит. Вообще более точно можно про баланс будет говорить только после каких-то тестов, либо отыграв большое количество битв. А что касается глобальной карты. Тут она такая же. Все те же разбойники, бегающие по всей карте, такие же лагеря разбойников. Правда, я ни одного лагеря не прошел, но тем не менее. Добыча ресурсов такая же. В общем, на первый взгляд все идентично. Возвращаясь к дизайну битв. Мне очень понравилась послематчевая статистика. Очень все удобно и информативно. Скажем так, максимум полезной информации на квадратный метр. Было бы здорово видеть все это в версии от Mail. Без сомнения. Было бы просто великолепно. А теперь давайте немного сравним характеристики отрядов двух игр между собой. Первый отряд, который мы рассмотрим, это будут восточные копейщики-гвардейцы. Один из наиболее популярных отрядов. Для тех, конечно же, кто прокачал уже гвардейцев. Характеристики очень схожи. Лидерство, количество бойцов в отряде и максимальный уровень прокачки одинаковые. Единственное, что бросается в глаза, это то, что у копейщиков от Mail'а количество хп больше более чем на 1000. Остальные показатели отличаются незначительно. А вот Железная Стража отличается более чем серьезно. Максимальный уровень прокачки у Стража Фронтира 30, у Mail'а 20. Разница в 10 уровней, это очень много. Также разница и в лидерстве. У Стража Фронтира 350 лидерство, у Mail'а 360. Как по мне, это тоже очень значимое отличие. Но это еще не все. Посмотрите на разницу хп и защиты. Защита от проникающего и рубящего урона более чем в два раза больше у Стража от Mail'а. Да и хп аж на 1300 больше. В общем, баланс тут другой. Не скажу хуже или лучше, он просто другой. Ну что скажете, понравился ли вам дизайн Concurse Blade Frontier или все же у Mail'а лучше? Пишите в комментариях свое мнение. Если у вас есть какие-то вопросы, также пишите в комментариях. Ну и если поставите лайк, буду очень рад. И если, конечно же, вы хотите стрим по Concurse Blade Frontier, ставьте лайк. Посмотрю и обязательно сделаю. На этом все. С вами был Алексей. Всем добра. Пока-пока.